хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне кузнецов даниил эдвардович сколько лет 21 под рождение 24 10 2001 контрактник когда подписал контракт 25 августа это срочка закончилась и на срочной службе подписал подписал да на киевска военный москвой флот куда сам родом ленинградская область город призерска ленинградская область дома в маффе где служил санкт-петербурге питере да родители есть семья мама папа больше никого нет один семья на контракте сколько обещали 35 тысяч на контракте на контракте 35 тысяч и ты именно в части в санкт-петербурге но все-таки в украину когда зашел в украину зашел 27 28 августа каркерское направление на до через валуйки а на контракте сколько обещали 170 и в плен когда взяли 22 сентября 22 года месяц был где-то да какие русска военный морской флот но также мотострелковый полк в пехоту пехоту до стрелок какие задания ставились в основном на блокпостах сидели гражданских проверяли также заряжали аккумуляторы для этих раций вот обстоятельства какие взятия приехали на блокпост украинцам как сами нам сказали неправильную дорогу в гражданский нет наш мы ехали за раненым это когда конноступление было со стороны в суда получается до 30 сентября же лиман взяли под лиманом взяли в плену вот и нам сказали ехать раненого забирать втроем мы поехали замполит там был лейтенант и медик смотри вот это уже август до война уже идет до вы для тебя это слово или война больше как война больше как война а вот что стало мотив подписать контракт ты же понимал что пойдешь воевать хотел остаться в санкт-петербурге жить грех на контракте да то есть ты не ожидал стабильность ну хорошо но ты не ожидал что пойдешь на войну на подписание контракта подписал контракт на тебе до этого говори сказали что ты не держи на войну или после этого после это хорошо твоя первая рак почти сразу не знаю даже не успел подумать то есть грубо говоря подписал и через день сказали то что мы уезжаем втроем родителям сказал да что они слезы как всегда ничего такого не говорили отказаться можно было но честно только когда мы уже приехали уже не было возможности но в россии можно было отказаться скорее всего да не знаю точно чтобы вы за это было но когда мы уже приехали и сказали 8 лет тюрьмы а почему не отказался в россии думал что как-то гражданскими говорили что в мариуполь едем на блокпосту также стоит только гражданских пропускать которые из мариуполя выходят но получилось все иначе хорошо мариуполь это же украинский город да ты видел фотки мариуполь показывали снесен город он был взят в окружении знаешь историю да да россиянами ну то есть при заходе в украину да как вы там называете за ленту да за ленту за 0 за ленту уже статус твой какой получается как на украине уже все оккупант 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 да это нападение было и так далее а вот какие-то идеологические были вот я понимаю там ну с контракт да так как бы деньги стабильность и так далее все родители кем вообще работает на заводе рабочий да обычно рабочий какая средняя зарплата 60 это много для россии да потому что это под питером да не так много как могло бы быть я понимаю но как бы 60 это редко кто здесь говорит за эти места держится за этими своими места держится потому что как бы проблемы с работой на на мать уволили потом идеологические мотивы какие-то были говорили вообще что донецких и луганских обстреливать то есть нам по телевизору показывает каждый час вот но каждый день на срочную службу также стоять сидели и смотрели программу время а то есть это как бы обязаловка было до смотреть когда она программа время кто там ведет на первом канале просто новости показывают час до час новостей вот это все как до 9 это это обязательно нужно было смотреть да это распорядки дня распорядки дня до этом во всей армии российской для срочных для срочников да а контрактникам контрактников нет ну срочка там все время да вот это это как бы часто ли информации надо ты верил в это все да сначала да ну потому что не было другой страны то есть нам показывали вот одно вот чтобы как бы для понимания ты как бы новая генерация россиян да еще там помню потом могу понять там какой-то дед там 50 60 лет до моего там нету его нету там вместе в фейсбуке он не умеет там пользоваться в пеном не знаю что такое youtube это же много это все смотреть я смотрел в телеграме также смотрел например там попадались моменты и в основном тоже что со стороны украины идет агрессия смысл что ну донбасс обстреливают луганск поэтому я подумал что идеология была такая что я еду помогать донбасс и луганску надо смотри это уже это уже август да когда ты подписал контракт все происходило раньше да например нападение шло заход россиян со стороны херсонской области запорожской области донецкой области луганской области киевской области черниговской области это все украина где помощь донецкую и луганску ты все это должен был знать но тот момент и не не думал получается об этом то есть в августе но ты знал что россияне старались взять киев нет этого не знал это у вас не показывали нет то не было показывали только то что делают со стороны украины то есть нет того что россия там в киев заходит что россия обстреливать мирных жителей и тому подобное также просто говорили ну вот в новостях генерал-лейтенант который всегда подсчитывает вот его показывали что мы там уничтожили столько-столько то а по факту все не так здесь уже тоже смотрели новости и уже есть чем сравнивать то есть сначала была одна страна а теперь уже и 2 есть поэтому уже какой-то не знаю как это объяснить контрактор минобороны рф надо солдат вот ты можешь объяснить за что воюет россия здесь ну как когда я ехал я думал что я буду и воевать за людей то есть помогать людям сейчас я не вижу просто смысл ты знаешь сколько умерла российских солдат здесь больше ста тридцати тысяч около ста тридцати около ста тридцати тысяч за что они все умели получается не за что просто как мясо пустили и все как мобилизованных как контрактников так и остальных ты книги читаешь какие какую послению читал верселова читал русскую и японскую это ваня да еще что любишь достоевский кушкин в основном горький последние книги которые читал до этого здесь в принципе повторяется русско-японского как я вот по книге читал и сравнивал то что здесь происходит показалось что это почти одно и то же люди идут воевать ни за что нет людей нет ничего голосовал за что ну на выборах на губернатора ленинградской области за губернатора голосовой за президента какого поддерживаешь политически губернатора гроздов это кто это вот нынешний губернатор губернатор да вот он от единой россии да да ну то есть ты поддерживал 1 россии это по это путинская партия да так знаешь такого вася обломал вася обломал да не знаешь просто я когда где-то был в твоем возрасте когда-то мы иногда слушала да это родине то есть пушкина и федором достоевским сергей весенинов и александром невзки не имеет значения что было давно сейчас не родная для тебя сейчас ты для нее хорошо сказано да хорошо вот и сейчас для нее что единиц расходное мясо да так она и вышла много людей вот например среди вот ты говоришь что там был час этого всего это влияние просмотра телека да вот это все возможно возможно ну а родители что думают по поводу того чтобы вот так вот мы сидим своими программ нет нет вот что происходит между странами ты же с ними сообщался ну на данный момент я не знаю как они думают вот твой мнение да вот сейчас много говорят новостях что россия готовит новое наступление многие институты западные так далее там разведка не говорят что нужно готовиться украине потому что россия будет делать новое наступление где-то в феврале или марте много мяса собрала думаю наступать провалится почему потому что у украины есть идея получается так ты видел в осу которые те брали общался до общался русскоязычный также по-русски разговаривали со мной кто-то и добровольцев вот легион свободы был это все в рамках в осу простые ребята правда до мобилизованы так но у них что есть идея за что они воюют за свою страну защищают да хочешь сказать что-то украинцы продолжать наверное что побеждать россии да ты хочешь чтобы россия вышла с этих чтобы прекратилась война но ты же понимаешь что как прекратить в россии не хочет они снова хотят идти в нас по наступлению стремиться к мирным переговорам что-то какую-то нейтральную зону найти ну смотри вот да вот это все банально вот я это много слушаю от россиян чтобы какую-то нейтральную зону найти да вот россия откусила крым она откусила дальше территории она провозгласила там херсонскую область часть запорожской донецкой луганской референдума типа а-ля референдума никто не голосовал вот это значит да да прекрасно и вот сейчас 5 на перейти к мирным переговорам согласиться на этом все штаны забрали не украина должна свои условия ставит россия должна на них ведь уже эти потому что мы не уже не украине не в ее интерес не в интересах страны просто здесь есть один большой вопрос где гарантии что россия снова не нападет и что она будет соблюдать так и россияне это говоришь россиянам что ты хочешь сказать не идите на войну отказывайтесь протестуйте протестуйте в середине страны да ты второй человек который говоришь протестуйте вот это демон сказал чтобы были бунты в середине потому что так нельзя это второй человек а почему на приводу я около там 100 и 3 наверное дело с россиянами почему так мало людей говорит что нужно что-то менять в середину в середине стран потому что еще зависит от того в каком возрасте они сейчас находится но все-таки молодежи на могла бы сказать слово молодежь выходит я видел в питере были момент ну протестовали 100 150 человек росгвардия разгоняет просто все нужно больше больше намного больше десятки тысяч на это нужно но все они пересадят правы но если россияне нормальные люди потому что с того что видят украинцы ощущение вот вот иногда разговариваем с этими не там верещат эти женщины это все политика и так далее пятое-десятое но по-разному типа бывает но отчасти тоже политика может быть и играет какую-то роль но людей люди то все равно правду узнают просто пойми без тебя без таких как ты не было бы политики в россии ты инструмент политики если бы войска рф стали с окопов и вышли и сказали нет ничего бы не было здесь всех бы не перестреляли так так нужно только желание было бы больше люди боятся это не проблема украинцев то что в россии боятся но это понятное дело что это не проблема украинцев просто я не знаю почему не выходит я не знаю почему я не вышел если бы я знал так как оно есть на самом деле я бы вышел бы но не знаю и многие не знают вот и все что